все дома мы дома смотрите будем сегодня новое блюдо для меня готовить отбила свиной свинину отбила так что у нас там было шейк что вот не стала показывать умеет отбивать здесь у нас одно яйцо вот разболтали так сюда сейчас я отожму картошку картошку я натерла на крупной тёрке сейчас мы с вами и будем отжимать отжала картошку сейчас сюда добавим 2 яйца 2 3 4 ложки муки столовая и тоже надо будет знаете посолить поперчить все по вкусу я мясо вкусной солью посолила поперчила и в принципе больше ничего не добавляла хотела куркуму но что-то передумала сейчас я уберу вот эту соль добавляла ядированная с чесноком и зеленью и сейчас сюда добавлю сейчас мы это все перемешаем и будем фиячить дальше смотрите дальше мы берем эту картошку для ее размешала что как-то потерла когда было очень много сейчас понимаю что мало хотя бы на два кусочка бы хватило выкладываем сюда картошку делаем такой размер чтобы у нас кусочек мяса поместился вот такой принцип мы положили видно да потом кусок мяса и сверху еще картошку и мы с двух сторон сейчас обжарим вот а потом в духовку на 180 градусов разогретую духовку минут на 20-25 вот так делаем сша на это меня бесит немножко у меня же не кулинарный канал в конце концов забыла я уж сама забыла все обжариваем и переворачиваем смотрите перевернула надо это быстро делать так вот раз и все чтобы она мы принципе не разваливаются так чуть-чуть здесь это картошечка отлетела я ее собрала сейчас со второй стороны прожарится и у меня еще на один кусочек хватит остальное мясо когда сделаю по-французски ну чё уж приготовила его что-то картошка я не угадала друзья смотрите вот такие кусочки у нас получились то есть я их перевернула с двух сторон туда-сюда на противень и сейчас духовку духовку нас разогрелась на 180 градусов вот смотрите я как всегда своем репертуаре приготовила вот яйцо это яйцо надо было обваливать мало мясо то есть положили картошку подложку до обваляли мясо в яйце положили сверху как картошку и сверху картошки и сверху этого мяса еще картошку ну как вот было только единственное мясо не обмакала в яйце ну да такое у меня бывает но ничего посмотрим не думаю что будет сухо там или еще как-то все отправляем наше мясо в духовку на 20-25 минут а это который мясо осталось у меня еще нарезанное есть мы тогда сделаем попозже по-французски мясо по-французски все отправили и ждем результат осталось буквально минут 10 до готовности вон он и сок выдели выделила мясо я не думаю что будет сухо я положила немножко сырка сейчас еще минут десять и наше блюдо готово будем смотреть все вот это у нас мяско сготовила сейчас мы будем на тарелочку положить и посмотрим не прилипла ну вот эта штука на прилипающий вот внутри но сейчас мы ее разрежем лиза дай ножик и вилку сейчас посмотрим очередь на пробу до очередь на пробу стоит в общем это картошка слезла с мяса может быть так конечно и должно быть ну в общем получилось картошка в шубе шубе под шубой на шубе мясо в шубе сейчас мои попробуют я вам тогда скажу как вкусно или нет а я дальше буду делать мясо по-французски но наверное видно да вроде сготовилась так сейчас мы с вами с картошкой проделаем манипуляции у нас картошка у нас и свекра уродилась такая наливая масло картошка мелкая прям вот знаете мелкая картошка не люблю такую картошку снизу возиться вот это знаете тот случай когда у кого-то не уродилась картошка и он очень прям при предприимчивы решил ее назвать бэйба и продавать в магазинах три дорого вот это тот же случай у нас такая же картошка мелкая как это бэйби блин но продается очень очень дорого в магазинах ну слава богу покупать ее не надо добавила соль с чесноком и зеленью дальше куркуму насыплю не буду заморачиваться долго чтобы она у меня стояла картошка арнелла нет нет уж дальше паприку копченую молотую положу все это перемешаю и на сковородку они на сковородку она этот на противень потому что картошка у нас с маслом сверху положу мясо и в духовку на 180 градусов вот такая красотка у нас получилось так мясо то у нас готово до отбита сейчас я его буду складывать на картошку куски такие огромные но знаете процессе готовки в духовке она немножко еще скукожится и будет нормально здесь у меня тоже вот этот вкусная соль с чесноком и зеленью принципе перец я так много чего не добавляла вот сейчас вот так вот разложим а этот вот так положу и сюда принципе нормально все поместилось сейчас я это мясо поставлю в духовку минут на 40 потом порежу помидоры сделаю соус и покажу что будет дальше ну как я делаю нас по-французски пока буду готовить соус хочу сказать по поводу того мяса который мы сегодня с вами готовили вот на вкус она нежная мягкая сочное само мясо и также картошка тоже мягкая хорошая моим понравилось но скажу так что ну как бы для разнообразия может быть есть смысл приготовить это мясо только куски естественно поменьше чтобы знать как порцион на тарелочку положила то это тарелки для не хватит с такими кусками вот и овощи допустим или какими салаты потому что гарнир к этому мясу я не знаю даже какой придумать здесь нас и так получается что мясо в гарнире мясо в картошке так что для разнообразия в принципе почему бы и не сделать такое такое блюдо для гостей там может быть да что-то новенько но по крайней мере для меня новенько необычное я такое не делала так это здесь у нас как он сыр майонез и сметана сейчас сюда еще три зубчика чеснока на чеснокодавки вот так что если захотите такое мяско сделать почему бы и нет можно заморочиться разочек но не так вот это я знаете понимаю как вот мясо по-французски там и картошка тебе и гарнир да отдельно это все отдельно вот и все так что по мне лучше как говорится мясо отдельно драники отдельно все я мяско вытащила такое но уже сочная буду раскладывать лук и Красота? Ага. Прям красивая красота. Эстетичная. Французская такая. Это остатки? Нет. Это вот так. А, это сыр. Я думала, у тебя картошка тёртая осталась. Ну да, я её сверху. Ну да, типа сейчас майонез. Не пропадали всё. Ну ладно. Мне кажется, спать пора. Да? Верс, не будешь? Нет, я буду. Ну, мы тебя не собираем. Ой, а ты записываешь? Понятно. Всем пока. Я тут думала, что ты молчишь. Всё, вот мы залили, полили. И сейчас на 20 минут духовку. Ну вот и всё. Всё готово. Сейчас, секунду. Так, сейчас. Вот такая красота. Аромат вообще класснючий стоит. Чесноком пахнет. И там у нас бульончик есть. То есть, ну, всё сочненько. Сейчас я на тарелочку положу. Вот и всё. Первая порция готова. Вот так красота получилась. Ну, из овощей у меня только помидоры. Что-то я про овощи не подумала. Так что, не знаю, может быть, порежу отдельно. Кто и захочет помидоры с помидорами. Ну и что, они же свежие будут. В общем, вот так у нас. Всем приятного аппетита. Кто тоже кушает, завтракает, ужинает или обедает. Всем пока-пока. Вот так надо покрутить. Ну давай, покрути, покрути. Красиво было. И музыку наложить, да? Надо такой поднос, который крутится. Ага. Точно.